Доброго времени суток, мои дорогие! Я, Мария Шихудинова, приветствую вас! И сегодня мы поговорим с вами на такую тему, почему мужчины долго не женятся. Если вы давно в отношениях, больше трех лет, то здесь пора задуматься вот на чем. Почему же ваш мужчина не решается на официальное оформление ваших отношений? Да, он может говорить, дело не в штампе, дело же в отношениях, то насколько я тебя люблю. Но здесь поймите одно, если мужчина не делает вам официального предложения, значит он чего-то боится. Возможно, у него были прошлые отношения и он не хочет повторения их. Возможно, он не до конца уверен в вас, что вы именно та, рядом с которой он будет чувствовать себя уверенно и комфортно. Что-то здесь есть, какой-то момент, почему он не делает этого шага. Возможно, он просто боится брать ответственность на себя, потому что это решение, да? А если пойдут дети, то тут еще и дети. Пожалуйста, милые дамы. Я вас очень прошу, цените себя, уважайте себя и если ваш мужчина не сделал вам официального предложения, задайте себе вопрос, зачем вы рядом с ним. Спросите у него, сядьте и спокойно поговорите на эту тему, обсудите эти моменты, почему он не хочет оформлять ваши отношения. И здесь вы поймете. Всегда слушайте его. И если он увиливает от ответа, тогда вам важно принять шаг. Либо вы продолжаете жить, да, и неизвестно к чему приведут эти отношения, и можете дальше надеяться, что может быть когда-нибудь вы все-таки поженитесь. Ну, либо уже расстаться. Если мужчина вам не доверяет, если он не берет вас с женой, зачем вам такой мужчина? А может быть вы просто боитесь, что больше не встретите другого мужчину? Уберите свои страхи. Как работать со страхами? У меня есть техника. Пожалуйста, применяйте ее. Страхи – это просто ваша мысль, да. Вы почему-то в нее уверовали и решили так, что достойного больше не встретиться. А возможно другие убеждения, что все успешные, уже заняты. А я вот люблю только этого. Ну, если вы любите только этого, то тогда уже здесь ваша ответственность. Вам важно сознавать, к чему могут завести, к чему могут прийти эти отношения. Тогда уже не рассчитывайте на то, что вы когда-нибудь женитесь. Дай Бог, чтобы это произошло. А если нет? Тогда вы будете говорить и уходить опять в состояние жертвы. Я столько лет на тебя потратила. Вся моя молодость, всю свою молодость я отдала тебе, а ты этого не оценил. Поэтому исключите эти моменты. Берите ответственность на свою жизнь. За свою жизнь вы только ответственны. За эти отношения вы также ответственны. Если мужчина не хочет брать на себя ответственность, значит здесь вам важно применять решение, как вы хотите дальше жить. А я желаю вам быть искренними, по-настоящему счастливей, быть любимой и любящей. До новых встреч! Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь этим видео со своими подругами. С любовью к вам, ваша Мария Шахуддинова, эксперт по созданию счастливой и богатой жизни. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!